Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором вы всегда найдете свежие обзоры на все, что происходит в нашей игре и на то, что в игре появляется на продаже. На продаже у нас появился набор из девятки и восьмерки ВЗ-114 и ВЗ-122ТМ. Два китайских танка, тяжелый танк и средний танк восьмого уровня. Ну и в отношении того, как это презентовали, то для меня это выглядит как, знаете, комплексный обед в Советском Союзе. Суп, гречка с котлетой и обязательно компот. Причем отказаться ни от чего ты не можешь, то есть ты просто забираешь то, что тебе дают. 17,5 тысяч голды за девятку и за восьмерку. В целом, если просто считать по ценникам соответствующего уровня, то, соответственно, я бы сказал, что это нормальная обычная цена для этих машин. То есть ничего уникального, ничего удивительного. Девятка действительно стоит 10 тысяч, ну а восьмерка действительно стоит 7,5. Но только девятка меня, честно говоря, очень сильно смущает, а восьмерка подойдет далеко не каждому танкисту. В отношении наполнения набора ничего лишнего. Просто открытое все оборудование, X5 в количестве 20 штук и в целом, при наличии желания, вы сможете неплохо их реализовать. Абсолютно ненужный, не анимированный даже аватар и два легендарных внешних вида. В отношении легендарных внешних видов мне, честно говоря, действительно нравится. Прикольно смотрится на WZ-122, но все равно как-то так, блин, по-детски. Хотелось бы, чтобы все-таки более взрослым выглядел танчик, но и был более каким-то строгим. Ну а в отношении WZ-114, то ему действительно подходят великолепно развивающиеся ленточки, показывающие направление ветра. Ну и вот эти вот болтающиеся баламбоны придают ему китайского стиля. В отношении внешнего вида вопросов абсолютно никаких нет. Но в отношении играбельности, конкретно девятки, у меня есть огромное количество вопросов. Если говорить о WZ-122TM, то данная машина есть у меня, ровно как и WZ-114. И на нем я действительно периодически выезжаю. И он мне нравится, потому что здесь хорошая альфа в 400 единиц, сносная подвижность, к которой можно просто привыкнуть и вполне себе комфортное орудие. Здесь особо прицепиться не к чему. Если вы хотите посмотреть полный обзор на данную машину, то переходите по ссылочке, которая есть в описании. Ну а я же хотел бы в этом видео поговорить именно о девятке, потому что WZ-114 машина крайне нестандартная. И я бы сказал, WZ-114 это такой себе не до десятка. Почему не до десятка? Потому что в целом машина сбалансирована неплохо. У него вполне себе приемлемая подвижность, у него вполне себе приемлемое комфортное орудие, но все равно постоянно чего-то не хватает. 252 мм пробития для девятого уровня вполне нормально. Но блин, когда ты сталкиваешься с десятками, для них ты не являешься абсолютно никакой угрозой. Я бы сказал, даже желанной мишенью. 470 единиц урона. Опять-таки, для девятого уровня, играя против девяток и восьмерок, да, окей, хорошо, бодро и приятно. Но блин, встречая десяток, ты сразу понимаешь, что ты очень существенно до них не дотягиваешь. Крайне комфортный угол склоняя орудия вниз, минус 9. Ведь здесь вообще ничего не буду говорить в противовес этому показателю. Это действительно классно. Вполне себе приемлемое время сведения и разброс. И в общем, в целом, если посмотреть на характеристики по машине, то мне не хватает только времени перезарядки. Потому что 13,3, с учетом установленного в оборудовании досылателя, этого все-таки не хватает для того, чтобы комфортно играть. Если бы здесь было, ну, хотя бы, хотя бы 11 секунд, было бы все совсем по-другому. Но блин, когда ты встречаешься с десятками, то тебе становится крайне неприятно. И несмотря на то, что машина оказалась очень даже по цифрам сбалансированной, в игре она не приносит абсолютно никакого удовлетворения. Ну, по крайней мере, для меня. Не знаю, если вы со мной не согласны, пишите обязательно в комментариях. Ну, а я пока беру танчик и поехали покатаемся в первой попавшейся катке. Ну что, ребят, погнали. И, как обычно, начинаем заценивать машину с подвижности. По подвижности это тяжелый танк и едет он действительно тяжело. Он крайне медленный. И это танк абсолютно не для тех ребят, которые любят активный геймплей. Это танк для тех, кто будет иметь желание зайти в бой, знаете, на такую вот спокойную, расслабленную каточку. Ну, только не успеете вы зайти в бой и не успеете вы расслабиться, как вам придется очень сильно напрячься тогда, когда вы увидите, что вы находитесь, как я сейчас, внизу списка. Над вами есть преобладающее количество десяток, причем тех десяток, которым вы по факту на один зуб. Сейчас многие могут подумать, что я снимаю это видео для того, чтобы разнести WZ-114 в пух и прах. Нет, я не собираюсь его оговаривать, говорить о том, что это прям совсем ни о чем. И, в принципе, ребята, он так и есть, потому что по факту, играя на данном танке, ты не получаешь абсолютно никакого удовлетворения. То есть в нем нет ничего, просто ничего, в нем нет изюминки. И именно из-за этого он очень сильно меня смущает. Я пытаюсь сейчас максимально спрятаться, подожду, пока кто-то мне составит компанию. Ну, а если нет, попытаюсь подъехать вперед, но все-таки против Эмиля с его барабаном мне бы не хотелось встречаться. Лицом к лицу. Но и в отношении урона, да, как я говорил, это действительно крайне уронное орудие для своего девятого уровня. И играется действительно очень приятно. Время сведения и другие показатели сбалансированы практически идеально. Но все же ему постоянно чего-то не хватает. Не хватает какой-то энергии, не хватает какого-то задора и фана. Но это, честно говоря, больше похоже на какой-то проходной обычный танк, который просто ведет тебя на уровень выше. Но здесь тебя никто никуда не ведет. Ты как был на своем девятом уровне, так и останешься. Почему я недолюбливаю ВЗ? По одной простой причине, потому что ему реально место на десятом уровне. Но только, понятное дело, не в том виде, в котором он есть сейчас, а в том виде, в котором он должен быть десятками. То есть, если вы правильно понимаете меня, его просто необходимо было пропорционально по всем показателям дотянуть до показателей девятого уровня. Спростите, десятого уровня, не ставя его на девятый левел, а поднимая его именно на десятый. И там действительно машина бы играла очень хорошо. Вот там как раз и место такому великолепно сбалансированному во всех отношениях танку, на котором ты просто спокойно играешь и просто спокойно перекатываясь по карте наносишь урон. Танковать особо нечем. Да, периодически где-то что-то как-то бывает, но это далеко не всегда. И рассчитывать на то, что вы имба брони, к сожалению, не приходится. Все это, к сожалению, приводит к тому, что в основном по танку, поэтому я лично получаю негативные отзывы от игроков в отношении качества машины, в отношении играбельности, ну и, соответственно, в отношении результативности. Даю сейчас промах и, к сожалению, скорее всего сейчас буду отправляться в ангар, но попытаюсь хоть что-то сделать. Не успел, бывает и такое. Как видите, огромный нижний бронелист, который все пробивают. И да, мне там напишут в комментариях, что на этом танке необходимо играть исключительно от башни, имея угол склонения орудия вниз, минус 9. И во многом я с вами соглашусь, это действительно позиционная машина. Но я-то хочу не только позиционной игры. Я-то хочу, чтобы я в бою принимал какое-то активное участие, чтобы я действительно участвовал в каких-то замесах, а не просто стоял за каким-то холмиком и надеялся на то, что дурачок красного цвета выйдет на меня для того, чтобы я в него великолепно накидывал очень добротный и хороший урон. Именно поэтому WZ-114 не является тем танком, о котором я мечтал. Хотя в целом, когда машина появилась, она в свое время, в первое время, игралась действительно неплохо, и многие ребята получали на ней удовлетворение. Если вы имеете иное мнение в отношении данной машины, обязательно пишите его в комментариях. Но только давайте договоримся с вами сразу о том, что если вы пишете исключительно позитивный отзыв по поводу данного танка, указывайте свой игровой никнейм, для того, чтобы все вы могли посмотреть, а какие танки еще есть в вашем ангаре. Согласитесь, количество машин, которые есть у тебя в коллекции, крайне сильно влияет на то, как ты адекватно или неадекватно оцениваешь тот или иной танк в отношении играбельности и возможностей. Если у вас, кроме WZ-114, особо в ангаре ничего не стоит, то понятное дело, что для вас и WZ-114 будет великолепной машиной. Но если вам есть с чем сравнивать, то понятное дело, что вы напишите более аргументированный отзыв в отношении данной тачки, ну и, соответственно, имея с чем сравнивать, понимаете, в чем конкретно недостатки какого танка. Я пошел снимать следующее видео специально для вас, а еще жду вас всех вечером на прямой трансляции. В отношении набора определяйтесь самостоятельно, но если вы ищете машины, которые будут доставлять вам истинное удовлетворение от игры, то, наверное, все-таки это не WZ-114, а в отношении WZ-122TM. Машина классная, машина интересная, но, к сожалению, ее не предоставили к приобретению отдельно от состава наборов. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok